Екатерина Ивкова живет в поселке Спутник 10 лет. Признается, проблем за это время в домах было немало. В некоторых местах протекала крыша, скапливались точные воды в подвале и беспокоил неприятный запах в подъездах. Жителям постоянно приходилось отбивать пороги разных инстанций. Сейчас ситуация меняется. Спасибо огромное, что наш военный поселок маленький не забывают, обращают на него внимание и помогают нам. Это очень важно для нас. В рамках программы реновации ЗАТО в поселке заменили кровлю во всех домах. В трех из восьми установили новую систему канализации. Это помогло уйти от неприятного запаха. В следующем году продолжат создавать комфортные условия для жителей поселка. У нас все дома вошли в программу реновации. У нас будет заменена система отопления. Люди комфортно смогут проживать в своих квартирах. Будет утепление фасадов. То есть мы уйдем от сквозняков в квартирах. Также будут замена система холодного и горячего водоснабжения. Представители Народного фронта приехали в Печенский район для того, чтобы проверить, как идут работы с обращениями людей. Например, 85-летняя Валентина Ивановна из Никеля живет в 14-м доме на улице Победы. Четыре года борется с постоянными затоплениями из подвала, подъезда и ванной. В квартире стоял неприятный запах, появился грибок на стенах. И сырость. В квартиру, знаете, вся одежда пахла плесенью. Как иду, говорю, у тебя плесень на воду все время поступала. Бесчисленные обращения в разные инстанции ни к чему не привели. В итоге женщина обратилась к общественникам. Часть проблемы пенсионерки удалось решить. Воду из подвала выкачали, но только с одной стороны. В другой находится магазин. Магазин уже давно не функционирует. И собственник, он фактически этому помещению его бросил в состоянии, в котором есть. К сожалению, вы сами понимаете, что администрация без разрешения собственника не может зайти в принадлежащее ему помещение. Фактически той работой, о которой нас просила жительница, процентов на 80 сделано. Главное, что сейчас мы убедились, что мокроты в квартире нет. Администрация Печенского округа и Народный фронт продолжит контролировать ситуацию. С Народным фронтом мы в постоянном контакте. Если есть какие-то обращения или проблемы, они обращаются к нам. Мы всегда готовы помочь. И точно так же в обратную. Если у меня есть проблемы, я звоню Максиму. И эта проблема... Мне помогают в решении этой проблемы. Я надеюсь и уверена, что наш тандем будет постоянным. Будем работать на постоянной основе. Еще одним местом, которое посетили активисты, стал Центр волонтерского объединения «Бойцы Заполярья». Екатерина Горбунова – жена военнослужащего. Идея собрать единомышленников возникла в феврале прошлого года, когда муж приехал в отпуск из зоны СФО. Сейчас в группе 40 неравнодушных северянок. Они плетут маскировочные сети, собирают и отправляют гуманитарную помощь. Кто-то после работы, кто-то по выходным. В память о погибших участниках СФО общественники возложили цветы к табличкам с именами павших. В церемонии участвовали жены и матери военнослужащих, мобилизованных и родственники Героев России. Эти ребята жили и служили здесь. Их помнят, любят, уважают. И даже то, что собранные средства жителям такого скромного поселка и установлены таблички, говорит о многом. Здесь тепло относится к памяти ребят, которые погибли. Поездки по городам Мурманской области региональное отделение Народного фронта продолжат. Главная их цель – помочь землякам в решении насущных проблем.